ребята продолжается мотобудни очень где-то два часа я потратил сейчас вот с этой подножкой так чисто маленечко и и почистил полирнул ну как принципе два часа то блин пролетела потом чего снял лапку там тоже все полировал вот этот вот штук ось поставил смазал все это говорится промыв все пружиночки тоже потом промыл вот этот вот сам сам вот эту лягушку концевик как хотите так и называйте и в принципе взял потом за место родного кембрика взял вот такой вот гофрочку и обмотал изолентой потому что здесь это правая подножка у нас вот этот провод идет вверх и у нас там идет глушитель чтобы он не поджарился поэтому такая толстая гофрочка хотя там всего лишь два проводка в общем короче ребят как то вот так вот вроде бы ничего да так результате ну и в принципе не особо конечно я прям заморачивался на минут 30 где-то 20 можете потратил на вот полировочку тоже перебрал 10 ножку здесь вот разобрал пружиночку тоже все смазано очень короче ребята вот как-то так занимаюсь сейчас скоро буду заниматься двигателем вот у меня движок ребят здесь вот он лежит с того момента как я все разобрал вот как его снял поставил и все так он здесь и стоит направляйка на задний суппор тоже отполирована конечно состояние вообще жизнь вообще без смазки работали они здесь болтики тоже покрашены все болты которые в хорошем состоянии вот родные на мотоцикле чего-то оригинальные я их короче крашу я их крашу практически все вот передние тоже на суппорта вот я все крашу и что где вот хреновые вот эти вот все вот я буду ставить новые вот это болты пластика они нормальные их просто полирнуть и все также в зеркальце их полирнуть и вообще будет нормально то что ребята вот такие вот мотобудни блин подножка ништяк мне нравится вот еще маленько здесь чуть-чуть почистить и все все ребята такие мотобудни х ребята мотобудни продолжается в общем помещение у меня почти все пустое для помыл полы здесь так чуть прибрался . и ребят в общем занимаясь короче мотоциклом решил разобрать стартер отмываю сейчас двигатель короче ну да дар сели еще не добрался короче отмываю двигатель вот стартер вот ребята разобрал потом якорь такой пацаны якорь в принципе чуть-чуть износ есть прям чуть-чуть прям маленький но это все уберется отполируется здесь поверхность и будет огонь здесь идут шайбочки регулировочные также как и спереди вот они состоят вот из 23 короче две железные 1 вот текстолитовая не здесь сальники подшипник игольчатый и резиночка и в общем то в чем сути разобрал я не зря видим одна щетка вообще хорошая а вторая щетка вообще изношенная сейчас я дальше разберу посмотрю или она изношена или она просто просто там зависла блин как-то к такой износ может быть такая прям разница большая я сомневаюсь мне кажется она там подзависла сейчас пацаны разбираем а в общем ребята здесь вообще же есть трэш здесь все окисленно грязно здесь вообще нужно мыть здесь видно паяли меняли щетки щетки вроде бы нормальные но провода вот к ним контакты вообще просто же есть мне придется менять щетки однозначно просто когда их ошибка того человека просто когда он паял он вот этот припой не убрал не промыл и надо обязательно чем-то побрызгать или маслицем таким тонким слоем чтобы кислота убрать вообще лучше промывается есть и чуть-чуть силиконом брызгается для контактов причина то что вот это вот щетка она не работает видим вот она не пружинит просто вот здесь вот ребята такой степени заржавела то что запустила ружинку теперь она работает но ребята я это не оставлю в таком состоянии я буду менять 10 то это вообще блин жесть это ребята жесть просто так не должно быть это будет ненадежная техника так ребята очень я постарался сфоткал размеры сальника и так далее и подшипника очень чё ребят если вот кто например стартер разобрал и не может собрать я снимаю это видео для вас сперва на якоре одевается вот такая вот шайба потом идет шайбы из текстолита вот из текстолита потом идут две шайбы одна толстая одна тоненькая тоненькую мы ставим сюда а толстую мы ставим последнюю очередь ближе к якорю и все это дело смазываем между шайбами тоже конкретно все смазкой хороший и одеваем я просто ребят еще не собираю поэтому не смазываю с этой стороны идет с этой стороны у нас идет две шайбочки одна идет толстая вот мы оставим начале вот сюда вот на якорь а потом уже тоненькую мы ставим последнюю очередь все ребят я думаю понятно ну и так еще расскажу про диктую размер подшипника пошли германия потом тн а и сам сами цифры f 218 335 ф 218 335 ф еще ребята вот такие вот размерчики но фотки увидите сальник ног 5 и 7 я не знаю наружный внутренний диаметр наверно ну хрен его знает ребят короче вот такой вот номер у него bc 169 3g короче вот такой размерчик что ребята когда будете собирать все смажьте конкретно я сниму видосик наверное а пока что вот у меня он промытый сейчас еще буду паять буду заниматься щетками потому что что-то под конец сезона у меня он начал как бы заводиться ну крутить стартером как бы медленно уже я вот как раз таки думает он стартер потому что мы видели она щетка не прижималась одна щеточка и плюс я отполировал поверхности вот эти теперь сальничек будет работать вообще хорошо и кстати ребят можно посмотреть износ сальника кромка должна быть вот самый край не должна быть острый вот ближе туда ну хотя бы там вот если она и стертая ну не больше чем миллиметр так сейчас я через камеру ребят не увижу так вот я наверное в общем надо ее на ощупь на ощупь сейчас я почувствую одной рукой не могу все это дело сделать ребят вот вот эту вот кромочку я объясню как определить занос сальника вот эту вот кромочку вот что оттуда уйдет должна быть такая остренькая ну максимум износ миллиметр там и соответственно у нас должен одеваться туговато должен одеваться короче с усилием как вы должны это почувствовать вот напряжение это опять же одной рукой неудобно ничего делать сейчас я проверю пацаны когда мы одеваем вот ребят когда мы одеваем вот я уже чувствую я уже чувствую усилия все вот он пошел все ребята он уже не падает гаспетку и тугой сальник в хорошем состоянии а вот подшипник подшипник роликовый ой ну вот вот это вот игольчатый он как вот радиальный диагональный люфт вот люфт вот такой вот допустим потому что он игольчатую не шариковый шарик вот такой люфту не допустим у шариков вообще там чуть-чуть единственная на нагрев только тепловой зазор а у игольчатого подшипника такой люфт допустим а вот такой вот уже вот когда вот вверх вниз как будут еще конечно пошатать вот прижимаем до конца и вверх вниз вроде бы нет люфта хрена узнает ребят в общем поняли да о чем речь в общем я посмотрю если люфт у меня будет я его поменяю нахрен много поставлю не буду париться вообще то что ребят вот так вот при сборочке вот эту деталь устанавливается вот сюда вот пазами кому интересно ну и все в принципе пойду паять щетки щетки у меня где-то были другие там без разницы какие щетки лишь бы они были стартерные не такие вот знаете графитовые чисто такой черный графит он конечно тоже хорош но он стирается очень быстро чтобы щетки вас не стирались полируйте вот эту вот рабочую поверхность чистите нулёвочки если у вас нет полировочного круга нулёвочкой затирать и с водичкой прямо вообще что в зеркальце ну поставим там можно или чем еще вообще будет нормальненько так что вот так вот ребята запаяна вот новая щеточка здесь вот стоит эту щетку я оставил она хорошая хорошем состоянии здесь все промыто вот эти пружинки были сняты и почищены и смазаны проводочки я немного смазываю маслицем чтобы не окислялись появия вот таким вот флюсом почему им потому что если паять кислотой иметь будет окисляться очень сильно так что ребята в общем как то вот так вот сейчас все буду собирать